Всем доброго дня, меня зовут Сергей. Мы с Сергеем продолжим обратно снимать про это индейку. Я специально марина делал такой вот. То есть как сделать так, чтобы она стала сочной при этом. То есть вкусно и сочно. Я неплохо тут сделал. Замариновал. Запах отлично идет. Мясо. Не удивляйтесь, что оно такое вот выглядит, потому что это индейка молодая. Цыпленок практически. Ну что ж. Покажу вам, что он для этого надо. Апельсин один, лук хороший, яблоко в принципе. Здесь у меня сельдерей, порей и морковка. Все сюда вот закидываем аккуратно его. То есть подушка это обязательно нужна. Во-первых, вы получите отличный как вам сказать. На немецком это обратный завт называется, но на русском это скажем, отличный соус получите. Ну, приступаем. Так. Почему именно такое сочетание апельсин взял? Во-первых, хоть апельсин не является размягчителем тканей, то есть не содержит этих ферментов, но он дает отличный вкус. То есть кисловато-сладкий вкус обеспечен. И надо не забывать, что те же самые апельсины, мандари, нанеси относятся к цитрусовым. Все идет. Так. В принципе, яблоко. Ну, одно-два можно, смотря какая у вас индейка будет. Проблема у всех с птицей, когда готовишь, да, та же самая индейка, тот же самый гусь. У них мясо сухое практически остается. Потому что все напихивают его ненужными вещами, вроде того же риса или того же гречки. И это делать не надо как раз. А вот фрукты свежие практически. И это можно любые, при том, что даже если вы просто возьмете обыкновенный томат, запихаете в перемешку с луком, будет тот же эффект. запах то уже хороший запах. Излишки, как говорится, если я останусь, ничего страшного, по краям засыплю. Это от этого только соус отличный выйдет. Ну, как я своей жизни и говорил, до этого, когда прежде чем готовят, что мясо практически будет отставать от костей. Это я вроде бы с гусем, когда я готовил, на Рождество. Так оно и получилось. Мясо полностью от костей отстало. Хотя, гусь недолго жарился. Так. и от молча целиком запихнем. Побольше ямака. Можно, в принципе, и зашить, а можно этого и не делать. излишки все сюда засыпать. Как я и говорил ранее, да? Просто излишки все сюда засыпать. Так. Конечно, форма маленькая для такой птицы. Пойдет, да? Угу. Есть тут еще один маленький фокус, которым часто используют немецкие повара, да? В во всяком случае, тех, у которых не меньше трех звездочек, а еще лучше пять. Так, пострадавшим. Я использую тут немного шампанского. Ну, вина не открытого нету, да? На дно. Чуть-чуть заливаем его. Не забывайте, шампанское тоже самое вино. Кстати, можно даже и пиво, но пива нету. Пойдет. Хватит, пустит. Не жадничай, как говорится. Все, хватит. Сильно много тоже нельзя. Иначе эффект будет не тот. Шампанское просто немножко выдохлось. Не пропадать же товару. Вот я обычно, что если что-то остается, я его использую охотно доготовки. Температура 150, разогрета. Отправляем и ждем, когда готов будет. Так, уже готово. Больше смысла нет делать. Осторожно. пар. Аромат елки, папки, Вкусно пахнет. Вау. То есть, вот так вот он получился, красиво выглядит. Ну, можно еще, конечно, покрасивее его сделать. ой. Ну, вот смотрите. Так, плохо видно. О, сразу пошел. Видали? Это пар выходит и жидкость выходит. то есть, он практически сочно остается. Только из-за того, что внутрь вот лук запихал с яблоками и этот, еще положил апельсин почищенный. Вот вам результат. Ну, и плюс еще маринад, который еще вчера делал. Это был наш канал Нина Сергеева. Желаю вам всего хорошего и до скорых встреч. До встречи.